Пять породистых собак могли остаться на улице. От них отказался хозяин. Животных временно приютили волонтёры и начали искать им новый постоянный дом. Дело осложняется ещё и тем, что это семейство русских псовых борзых. Тему продолжит Ольга Миншутина. Он замёрз. Лапочки замёрзли. Самый маленький, самый хиленький. Фонд для бездомных животных. Эти щенки попали с истощением. Их уже осмотрел ветеринар и прописал усиленное питание. Для семимесячных щенков они очень маленькие. Ну и, соответственно, с ними надо заниматься. Потому что собаки не социализированы, они боятся улицы. Они не гуляли на поводках. Это русские псовые борзые. Семейство привезли из села Гусево Тюменского района. Хозяин отказался от породистых собак. Признаётся, заводил их для разведения и продажи щенков. Но спроса не оказалось. Не можем никак не реализовать, не пристроить, не подарить никому. Мне было трудно всех их кормить. Тем более, что они уже довольно крупные собаки. Временный приют отказникам дали волонтёры. И уже начали искать новых хозяев. Надеюсь, в дальнейшем организовать сбор каких-то там необходимых продуктов или там медикаментов для того, чтобы помочь. Потому что очень много неравнодушных действительно кому я рассказала об этой истории. Но сотрудники фонда опасаются. Найти постоянный дом собакам этой породы будет непросто. На борзых нет моды. Даже бесплатно их берут неохотно. Год назад для другой борзой хозяина искали по всему миру. Это был кобель. Ему было 7 лет. То есть такой достаточно возрастной. Пристроить в Тюмени мы его не смогли. Мы его при помощи группы помощи борзым отправили в Америку. Вот там ему нашлись хозяева. Порода непопулярная. Порода, которую люди не видят. Порода, которую люди мало знают. Поэтому не хотят брать. Не понимают. Кроме этого, семейство в Тюмени насчитается лишь несколько породистых русских псовых борзых. Одна из собак тоже ждет нового хозяина в фонде с весны. Ольга Миншутина, Альшат Керимов. Тюменское время.